Дневной рубеж 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 Так вот, на самом деле он обращается к контактной группе «Рамштайн», то есть ко всем странам, которые сегодня стоят на политической, военной и финансовой стороне Украины. Практически ко всему НАТО. Хотя это они услышали, правда вопрос в том, когда они показывали эту карту в эфире тех, кто готов отправляться воевать, возникает вопрос, а кто все-таки с Макроном и с его призывами. Потому что при Балтике воевать нечем. Польша уже сказала, что не будет посылать военных. Это заявление министра национальной обороны Республики Косиняк Камыша. И Венгрия тоже говорит, что не будет выдавать хотя бы украинцев, потому что Украина хочет выцегонить оттуда своих граждан призывного возраста. Но не позволит Венгрии это сделать и не позволит отправлять их на смерть от заявления вице-премьера Венгрии. Наверное, поэтому люди бегут из этого безумного сада Борреля, как и человек, о котором тут говорили в новостях. Бывший судья, польский Томас Шмидт, сейчас выясняется, что он имел доступ к неким секретным документам. Но в интервью Рея новостям сказал, что он ничего не перевозил в Белоруссию, никаких секретных данных. Минск от него ничего не требовал. Но на фоне всех заявлений, обсуждения не только инаугураций, но и предстоящих учений с применением тактического ядерного оружия, понятно, что сейчас Россию будут и уже обвиняют в размахивании ядерной дубины. И правда, стоит обратить внимание на то, что ядерное оружие есть не только у нас, и тактическое в том числе. И наиболее мощным, кстати, образцом этого вида вооружения называют американскую термоядерную авиабомбу Б-61 с мощностью на 300-340 килотонн. Это достаточно мощная история. Считают это, все равно называют тактическим ядерным оружием. И по современным меркам бомбы, сброшенные на ту же Хиросиму, на ГАСАКе, если не ошибаюсь, 18 килотонн, 21, это тоже формально относится к тактическому ядерному оружию. Просто чтобы аудитория понимала, насколько это серьезный вид вооружения. Тем не менее, это не просто снаряд из пушки, это снаряд, способный нанести очень сильное разрушение и очень сильный ущерб. В этой связи возникает вопрос, опять же, где находятся реальные угрозы все-таки. На территории России или на территории той страны, которая реально применяла ядерное оружие. И у которой, кстати, были разработки, анонсированные так называемых атомных бомб малой мощности. Считая, что такие бомбы не наносят серьезного масштабного вреда. Все-таки именно американцы в этом были замечены и не скрывали подобного. Ну а Макрон тем временем пытался устроить большое шоу в Европе, адресованное, естественно, не только европейцам, но и Западу, и России, наверное, в том числе, назвали это такой коньячной дипломатией Франции. Театр Макрона, как сейчас поясняют, не оправдал ожиданий, потому что Си Цзиньпин – это не тот политик, которого можно охмурить. Даже коньяк не помог. Почему про коньяк говорим? Потому что подарил, как выясняется, несколько бутылок, там то ли одну, то ли две коньяка, очень дорогого, коллекционного, Си Цзиньпину. Правда, объясняют это все равно недобрым расположением со стороны Макрона и даже нежеланием как-то обаять или угодить высокому гостю из Китая. На самом деле связывают это с попыткой Парижа избежать применения временных мер в отношении экспорта коньяка, который китайские власти проверяют на предмет нарушения правил конкуренции. Потому что торговая война между Китаем и Европой, она не прекратилась. Европа пытается сопротивляться вторжению китайских технологий, но и пытается при этом защищать как-то поставки своей продукции. В частности, во Франции речь идет про коньяк, а в Китай, как известно, отправляется каждая четвертая бутылка коньяка. И Китай это второй после Соединенных Штатов Америки импортер этого французского напитка. Ну, правда, для справедливости стоит обратить внимание, что Макрон подарил еще и словарь, там какой-то китайско-французский Си Цзиньпину. А Си Цзиньпин не стал дарить никакого алкоголя, подарил Макрону книги, потому что иногда лучше, наверное, читать, чем говорить. Вот здесь книги, которые я приношу вам в подарок. Это китайский перевод французских романов. Перелистывает Си Цзиньпин книги, там Флабер, Стендаль, Ромэн Лоран, Мадам Бавари, Красная и Черная. В общем, вся французская классика была собрана, подарена Макрону, может быть, полистает, может быть, китайский начнет учить. Но при всем при этом, конечно, это дружеская встреча, а китайская дипломатия, она достаточно аккуратна, осторожна и многое остается за кадром, вернее, даже внутри представителей китайской стороны. Но все равно между строк стали читать, конечно, такие издания, как политика, такие рупоры Евросоюза, говорили про какие-то победы Европы в этой битве между Азией и Западом, пытаясь присудить Макрону то, чего нет. Нью-Йорк Таймс, надо обратить внимание, гораздо более справедливо оценила и напомнила, что Си, конечно, Си Цзиньпин был возмущен риторикой Запада по поводу того, что пытаются Пекин втянуть во всю эту историю, обвинить в том, что он сотрудничает с Россией, запретить Пекину сотрудничать с Россией. Но надо подумать еще о том, ради чего вся эта дипломатия коньячная. Все ведь ради того, чтобы война продолжалась, ради того, чтобы отвернуть тот же самый Пекин от Москвы, чтобы прекратить это стратегическое партнерство, которое между нашими странами существует, исключительно ради того, чтобы продолжалась война и ради того, чтобы продолжали убивать русских. Поэтому никакого коньяка, безусловно, Макрону на подобное не жалко. Мы им дали денег на то, чтобы они убивали русских. Это уже от лица американцев Скотт Риттер говорит, небезызвестный. Мы им дали деньги, потому что хотим, чтобы они убивали украинцев, ой, то есть русских. И только ради этого я спрошу, если вы помните, Лето 21-го года, перед великим исходом США из Афганистана, был огромный скандал. Говорили, будто русские подкупили Талибан, чтобы убивать американцев. Если помните, все это брехня, полная чушь. И Нью-Йорк Таймс, вся пресса, все были взбешены, всю эту историю раздули только из того, что Талибан сбросил бомбу рядом с авиабазой, где три американца погибли. И все сказали, мы считаем, что те, кто это сделал, получили деньги и нарисовали путанный след денег от русских. Убили трех американцев. Идем на войну с русскими. Нельзя убивать американцев. Америка только что дала Украине 61 миллиард долларов, чтобы убить как можно больше русских. А теперь поставьте себя на место русской семьи. Что вы сейчас думаете об Америке? Америка начала эту войну. Потому что мы начали войну. И только что дали 61 миллиард, чтобы убить больше русских. И сейчас, Скотт Риттер, каким бы идиотом я ни был, потому что верю в мир, я еду в июне в Россию. Еду в июне в Россию. Буду ездить по России, встречаться с русскими семьями. И когда буду с ними говорить, как они будут смотреть на меня, как я буду говорить с ними, как американец. Они скажут, хм, добро пожаловать в Россию. Но не твое ли правительство пытается убивать наших людей? Что я должен буду ответить? Ну, типа, это же не я. Но ты не американский гражданин? Ну да, и горжусь этим. Ну а Америка, она не является демократией? О, да разумеется. Правительство не отвечает за то, что делает от твоего имени? Ну, я думаю, да. Оно убивает русских. Что ты на этот счет делаешь? Ответ, я здесь, чтобы был мир. Но смысл в том, что это не очень завидная роль. Сидеть напротив русских, когда твое правительство только что дало этим нацистам 60 миллиардов долларов, чтобы убить твоего мужа, отца, сына. Смысл в том, что Россия не проиграет эту войну. А Украина не выиграет. А мы продолжаем бросать деньги на ветер. 60 миллиардов туда, 28 миллиардов Израилю, 2 Тайваню. Смыслов этих не видит ни Макроны, ни те, кто стали спонсорами этой войны. Если уже даже от миллиардов перешли к алкогольным напиткам, за коньяк пытаются купить большую политику, переманить на свою сторону. Стоит ли напоминать, что небезызвестный Шольц в какой-то момент, видимо, решил просто слиться с этой встречи. Вместо себя Урсулу фон дер Ляйен отправил. Наверное, стоит того, потому что Шольц уже ездил в Китай на переговоры, пытался поговорить не столько про Украину, сколько про торгово-экономические взаимоотношения между странами. И уехал оттуда, в конце концов, ни с чем. Видимо, поэтому, когда Си Цзиньпин уже приехал в Европу, предпочел убежать в Литву. И там, конечно, очень красочно катали господина Шольца на броневичке. Даже кадры по этому поводу есть. Бронепоезд в литовском Побраде в понедельник. На борту Олаф Шольц. Канцлер Германии во время своего визита наблюдал за тренировкой по стрельбе солдат Бундесвера. Германия непоколебимо стоит на стороне стран Балтии, так объяснил Шольц. И на это есть много-много причин. Но очень важно, чтобы мы очень четко дали понять, это серьезное обязательство. Мы в долгу друг перед другом. Это часть взаимопонимания, которое мы нашли в НАТО. А это значит, что мы обеспечиваем защиту друг друга. И что все государства могут рассчитывать на то, что мы будем защищать каждый дюйм их территории. Обещают защищать. Правда, непонятно, как это они собираются делать. Потому что и самая интересная фраза, что они в долгу друг перед другом. Когда успели задолжать друг другу Прибалтика, ну или та же Литва и Германия. Когда Прибалтик успела задолжать Шольцу. Когда он туда Бундесвер притащил, ведь он туда приехал проверять своих же бойцов. Или когда фашисты захватывали Прибалтику, народы, которые были признаны бесперспективными. Это была официальная формулировка гитлеровской Германии. Или когда местные нацисты стали служить фашистам и убивать людей. Став соучастниками преступлений. Так кто и кому, сколько должен, возникает вопрос. И за что конкретно. А вообще Шольц, конечно, пошел по тропинке Листрас. Так и до отставки, наверное, докататься недолго. Потому что еще до премьерства, если кто помнит, Листрас разъезжала на танки. Даже бронежилет и каску надела. Это было, правда, в Эстонии. Потом угрожала ядерной кнопкой. Шольц пока не угрожает, но его разъезды по колониям напоминают такую странную попытку пометить территорию, что ли. А в итоге дипломатии никакой нет. Потому что Макрон это представление на публику. Шольца это неудачное представление на публику. Макрон хоть как-то не стыдится своего комизма в определенной степени. Блинкин тоже, кстати, если вспомнить, ездил в Китай. Китайцы его откровенно послали. Скотт Риттер про все это очень красочно говорит. Блинкин в Китае. Чем сказать китайцам «давайте займемся дипломатией?» Давайте поговорим об этом. Что можно сделать? Как думаете, парни, можно избежать? Но вместо этого, если не сделаете, как мы хотим, мы наложим санкции на ваши финансовые институты. И китайцы такие. О-оу. Тони, руку видишь? Не трясется. Угу. Русских также пугали. Ну и что вышло? Европейской экономики нет из-за санкций на Россию. И что будет, если наложите санкции на Китай? Кранты американской экономики. И это в год выборов, дурень. Все это в год выборов, что, конечно, самое страшное для Америки. Но при этом разница в дипломатическом подходе. Сегодня Владимир Путин говорил про то, что мы готовы сотрудничать в том числе со странами Запада. И никто не отворачивается от этого сотрудничества. Важно, чтобы это услышали не только медиа структуры, те самые каналы, которые все эти годы поливали грязью России. И, кроме того, собственно, Си Цзиньпин говорил, и даже французская пресса на это указывает, что он прибыл во Францию с посланиями от Китая, в том числе с мирными предложениями работать над регулированием ситуации на Украине. Разница в том, что Запад и Европа продолжают пытаться диктовать свои условия и предлагать перейти на свою сторону, перетянуть так, чтобы в итоге победить Россию и решить свою главную проблему. Самой главной проблемой для Запада является Россия. А Пекин не хочет быть управляемым игроком в этой большой игре Запада, которую Запад ведет исключительно с целью снизить конкуренцию политическую, экономическую, военную с такими странами, как Россия и Китай в том числе. Дневной рубеж Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok